На СЦК сегодня было жарко. Журналисты просили модератора брифинга не выключать микрофон и не перебивать их. А интересовало журналистов, почему данные по ковид у разных ведомств иногда не сходятся со статистикой. Чиновники заявили, что ситуация меняется, поэтому лучше всего сохранять все меры безопасности. Вице-министр Минздрава даже предложил поздравлять родственников с Новым годом удаленно. Новый год, безусловно, это семейный праздник. Я призываю вас встретить его в кругу близких людей, с кем совместно проживаете без приглашения родственников, друзей и знакомых. Далее журналисты спросили про голосование. Ведь Новый год Казахстан начнет с выборов. Учитывая пандемию, некоторые казахстанцы считают, что парламентские выборы могут пройти в онлайн-режиме. Недавно мы стали свидетелями первого в истории Казахстана масштабного онлайн-голосования на праймериз партии власти. Это была своеобразная репетиция к будущим выборам в онлайн-формате, говорят наблюдатели. Но в Казахстане в некоторых населенных пунктах отсутствует бесперебойный доступ к интернету, поэтому проживающие там граждане попросту не смогут отдать свой голос через глобальную сеть. Не стоит забывать и то, что в республике до сих пор существует проблема безопасности электронных данных граждан. Чиновники от Минздрава пока говорят, что выборы пройдут по-старому. Будет принято соответствующее постановление главного государственного санитарного врача. Сейчас обсуждается его формат и меры, которые найдут отражение в нем. Если говорить о мерах, то вот это три основных категории мер. Первая категория – это меры, которые направлены на саму организацию выборов. Вторая категория – это меры, то есть требования к избирателям. И третья категория – это требования, которые рассматриваются сегодня в отношении тех лиц, которые будут находиться на избирательных участках постоянно в день выборов. Однако министр здравоохранения Алексей Цой ранее не исключал вероятности проведения выборов в онлайн-формате. Ведь как раз к тому времени в стране, возможно, будет бушевать вторая волна ковид со всеми вытекающими из него карантинными санкциями. Ряд активистов выступили с петиции против онлайн-голосования и обратились к президенту страны с требованием запретить такой формат. По их мнению, Казахстан ни технически, ни юридически не готов к выборам онлайн. Боуржанший Ахмед, Ахмедер Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.